И предоставим слово Евгению Наумовичу, существует ли имплантационное метастазирование. Добрый день. Имплантационное метастазирование существует. Ну, если серьезно, вообще-то, все поколение онкологов, конечно, воспитано на принципах областики и антибластики, эти принципы абсолютно правильные. Потому что, посмотрите, еще в 1937 году было впервые показано, что одна единственная опухолевая клетка может образовать опухоль у подопытного животного. Более того, тогда же было показано, что все равно опухоль обладает определенной гетерогенностью. Даже в экспериментах, первые эксперименты делали с простыми опухолями, лейкемия, там все-таки намного проще делить клетки. Даже в этих экспериментах было показано, что даже лейкемия, лейкоз – это неоднородное заболевание. То есть не каждая клетка образует опухоль, а только отдельные клетки. В данном исследовании это было 5%. В 60-х годах уже на солидных опухолях эти эксперименты многократно повторялись. И в целом, если мы возьмем массу опухоли, то, по крайней мере, в идеальных экспериментальных условиях всегда небольшой процент клеток действительно обладает способностью образовывать клоны. Но так или иначе, от этого не легче, потому что все равно, когда мы говорим о оперативном вмешательстве, то если эти принципы нарушать, то количество клеток, которые будут попадать в рану на соседние органы, оно измеряется миллионами, и получается, что даже если небольшой процент может образовывать опухоли, это уже фатально. И все-таки, все-таки, согласитесь, все, кто изучал онкологию раньше, да изучают ее сейчас, мы все воспитаны на принципе, что областика и антибластика должна быть абсолютной. Что если попала единичная опухолевая клетка, ну не единичная, а 100, то это уже приговор, что организм вообще не играет никакой роли вот в этом взаимодействии между опухолевыми клетками и возникновением опухоли. На самом-то деле это не совсем так, потому что, опять же, если брать эксперименты 70-х годов, что делали ученые? Уже тогда были мыши иммунодефицитные, уже тогда были мыши обычные, контрольные. Брали канцероген стандартный, давали его мышам и считали количество опухолей у мышей иммунодефицитных и у обычных. И довольно быстро установили, что если мы обрабатываем мышей канцерогенов, и сроки появления опухоли одинаковые, и количество опухолей одинаковое. Ну, значит, нет никакой роли иммунитета. Если что, какая разница, берешь ты мышц иммуносупрессии или обычную мышь? На самом-то деле в конце 90-х годов, то есть это все-таки, в общем-то, новейшая история, появились куда более элегантные эксперименты, благодаря тому, что технология пошла вверх, а где-то и стали снова задумываться. И вот удивительные на самом деле эксперименты. Я почему про них рассказываю? Дело не только в технике операции. Дело еще в каких-то факторах организма, которые малоизвестны, честно говоря. Посмотрите, опять же, простые довольно эксперименты. У вас есть иммунодефицитные мышки, у вас есть обычные мышки. Если вы начинаете давать канцероген, то, как и было в 70-х годах, частота возникновения опухоли и сроки возникновения опухоли, она абсолютно одинаковая. Если вы берете обычную мышь, выращиваете на ней опухоли и пересаживаете эту опухоль мышке иммунодефицитной, опухоль прививается. Вы берете иммунодефицитную мышь, вызываете ее опухоль, пересаживаете на другую иммунодефицитную мышь, опухоль тоже прививается. А теперь третий эксперимент. Вы берете иммунодефицитную мышь, обрабатываете канцерогеном, получаете опухоль и пересаживаете эту опухоль нормальной мышке. А вот тут перебивки не происходят Значит, все-таки есть какой-то скрытый компонент Который называется иммуноредактированием То есть, все-таки факторы организма Мы их не знаем, они неизвестны Тут нет никакого механизма воздействия Но это все пока Они играют определенную роль И это надо понимать Следующая линия аргументов Тоже, в общем-то, немножко неожиданная Ну, согласитесь, когда мы говорим воспаление Сказать воспаление – это ничего не сказать На уровне бытовом мы понимаем, что происходит там Плюс ткань, температура увеличивается, покраснение А так-то, в общем-то, если там читать, допустим, о воспалении Ну, я не иммунолог, я с трудом понимаю, о чем идет речь Да, там какие-то иммунные клетки начинают пролиферировать Там, конечно, происходит накопление жидкости Ну, то есть, плюс ткань – это не только клетки Но так или иначе, что удивительно Все-таки воспаление – это активный процесс Подразумевается, что какие-то ростовые факторы Вызывают пролиферацию иммунных клеток Но Оказывается Оказывается Эти факторы Не совсем тканеспецифичны Те же самые факторы роста Которые вызывают воспаление Пролиферацию иммунных клеток Они же воздействуют и на клетки опухоли И тоже стимулируют их пролиферацию И таким образом, вроде бы, воспаление Иммунная реакция, защитная система Но целый ряд аргументов Свидетельствуют о том, что вообще-то Воспаление провоцирует опухолевый рост И когда мы будем говорить про факторы раны Я потом через несколько слайдов на этом ставлюсь Это вообще-то важно, что происходит Непосредственно в очаге раны Даже не столь важно Это лапароскопический вход Или это открытая хирургия Но так или иначе Вот те процессы, которые происходят Непосредственно в месте нарушения целостности ткани Они могут играть абсолютно противоположную роль Так же, как довольно много данных Которые показывают, что нагноение Зачастую приводит к излечению от рака Так и тут, на самом деле, воспаление Является очень хорошей средой Для пролиферации опухолевых клеток И тоже, в общем, ну это совсем недавние, на самом-то деле Недавние наблюдения Им всего несколько лет Ну, допустим, как лечат рак молочной железы Ну, на самом-то деле, мне не... Вот тут как раз интересно смотреть Как меняется поведение докторов Ну, в общем-то, до самого последнего момента Стандартным способом лечения рака молочной железы Это было полное удаление молочной железы Если опухоль хоть немножко больше минимальных размеров И очень тщательное удаление всех лимфатических узлов Где могут быть метастазы Это, ну, в общем-то, более или менее стандартное вмешательство Так или иначе, на глазах Сначала перешли к секторальным операциям Перестали удалять все лимфоузлы Чтобы уменьшить травму Появилась лампектомия Но это, опять же, мне сложно комментировать Потому что здесь очень стандарты зависят от стран, от клиник Но так или иначе, вот, казалось бы, выполняется полная областика-антибластика Очень выполняется большой объем операций И хочется верить, что это хотя бы гарантирует, что опухолевых клеток в организме нет такой ценой Результаты абсолютно шокирующие Когда берут пациенток, у которой перенесли операцию лечения по поводу рака молочной железы Посмотрите интервал В 30% случаев у женщин сохраняются опухолевые клетки на протяжении многих-многих лет после операции Ну, согласитесь, если вы видите пациентку, которая 20 лет назад лечилась от рака молочной железы И у нее ничего нет, это полное излечение Но при этом у нее есть циркулирующие опухолевые клетки Ну, ладно, тут все эти эксперименты, казалось бы, на грани возможности Я допускаю, что здесь, возможно, какая-то техническая ошибка А вот пример наблюдения, где технической ошибки быть не может Самое частое заболевание у рецепиентов органов Это люди, которым пересадили орган Меланома По-видимому, одна из причин, чтобы пересадить орган, надо вызвать иммуносупрессию Но вот если тут я готов допускать, что здесь могут быть какие-то экспериментальные нюансы То поверьте мне на слово Определить, чья меланома, донора или рецепиента Это гарантия 100% без каких-либо поправок Так вот, в мире описано несколько десятков случаев, когда у рецепиента возникали меланомы И все это меланомы доноров Именно поэтому на сегодняшний день Если у потенциального донора когда-либо была меланома даже 30 лет назад Это абсолютное противопоказание к пересадке органов Но частенько меланомы возникают даже в том случае, если доноры были онкологически здоровые люди То есть есть эти спящие меланомные клетки С ними организм справляется При пересадке к другому человеку оказывается, что они себя проявляют То есть получается, что, в общем-то, с одной стороны Без областики и антибластики, несомненно, никуда не уйдешь Но, с другой стороны, если бы знать вот эти факторы А это все-таки вопрос исследований, конечно Ну, было бы, может быть, и попроще Почему у нас выключилось? Да вы что? Ну ладно, там это может быть не... Извините, я просто не ту презентацию, значит Теперь, значит, если мы говорим непосредственно о метастазах При лапароскопических вмешательствах Это те метастазы, которые... Там, где непосредственно метастазы в рану Имплантационное метастазирование Ну, на самом-то деле, на меня произвело впечатление Что, знаете, откуда пришла публикация, где впервые был описан подобный процесс? Из Венгрии в 1978 году впервые было описано Пример имплантационного метастазирования Когда при лапароскопической операции Пытались лапароскопически удалить опухоль яичника На месте тракара возникли тракарные метастазы Если брать немножко более позднее наблюдение То, наверное, там речь шла все-таки о хирургическом вмешательстве Если брать именно лапароскопическое вмешательство То эти данные тоже совсем не данные Это 1993 год То есть вот как только появилась лапароскопия Сразу появились сведения о том, что на тракарных сайтах Образуются метастазы Но при этом, если посчитать голую статистику Она более или менее есть Какова вероятность вообще, что метастазы появятся на сайте тракара? Ну, где-то примерно, опять же, это очень сложно это посчитать Потому что это нужны систематические наблюдения За большим количеством пациентов Условно скажем, что примерно полпроцента такая вероятность Если взять те операции, которые делают урологи Там это вероятность 1 на 1000, 2 на 1000 То есть 0,1-0,2 процента Сами понимаете, здесь статистику не собрать Потому что максимальные серии, которые есть Это 1-2 тысячи операций Соответственно, получается само по себе явление Это настолько крайне редкое, что им можно пренебречь И более того, если смотреть сами шансы Ну, эти проценты полностью совпадают с тем, что видят при больших, при открытых доступах То есть здесь нет никаких особенностей лапароскопии Казалось бы, все так просто Но есть интересный нюанс Онколог, когда начинает операцию по поводу опухоли В данном случае он к урологии Он же знает, что там опухолевый процесс Поэтому все-таки вся операция выполняется С использованием всех онкологических канонов Это важно А вот совсем другая статистика Холецистит острый Ну, как правило, он сейчас оперируется лапароскопически Один в случаях из двухсот Это колоссальная частота Хирург думает, что это желчнокаменная болезнь А на самом деле причина Это опухоль растет в желчевыводящем протоке Обтурирует его Там даже могут нарушаться отток желчной диспитой Образовываться камни Но на самом-то деле причина желчнокаменной болезни Или причина острого холецистита Это не воспаление как таковое Это опухоль, которая обтурировала проток И вот тут статистика уже ужасная Если вы возьмете лапароскопические операции по поводу холецистита Серии исследований показывают, что один из двухсот случаев Заканчивается рецидивом рака желчного пузыря И поэтому та мораль, о которой мало знают на самом деле абдоминальные хирурги Что даже холецистит, острое воспаление Призывают оперировать по принципам областики и антибластики А вот согласитесь, когда человек попадает на операцию По поводу воспаления желчного пузыря Все вот эти правила, которые используют онкологи Они по определению не соблюдаются Потому что мысли не отобухали И это очень важный аргумент Что все-таки отсутствие или низкая частота имплантационных метастазов При лапароскопических операциях, которые делают онкологи Это не результат того, что их нет А это результат знания и результат выполнения предосторожности И, наконец, заключение У нас есть три фактора, которые влияют на риск имплантационных метастазов Это сама опухоль, уровень ее агрессивности Это послеоперационная рана И это характер хирургического вмешательства Особенности хирургического вмешательства Что можно сказать про опухоль? Самый главный фактор риска – это высокая степень злокачественности Что означает высокая степень злокачественности? Это то, что клетки могут расти на непривычном сайте В непривычном месте И поэтому, допустим, при онкоурологии реже подобные вещи бывают А, допустим, все-таки колоректальная хирургия Очень часто там опухоль сопровождается асцитом Что такое асцит? Это возникла популяция клеток, которая может расти в любых условиях И получается, что на самом-то деле асцит Сам факт того, что появилась популяция клеток, которые могут расти без подложки Без твердой ткани Без какой-то твердой основы Это уже сам по себе фактор риска возникновения инфляционных метастазов Степень злокачественности – самый главный фактор риска, если верить тем наблюдениям, которые есть Особенности раны Ну, опять же, здесь на самом-то деле Все, что мы знаем, это мы знаем из тех экспериментов, которые делались на животных Как правило, это крысы, потому что они оптимальные по размеру И все-таки там можно имитировать подобные манипуляции Очень интересное исследование Берут контрольных крыс и крыс экспериментальных В случае контрольных крыс делается ранка просто надрез, которая заживает обычным первичным натяжением Если туда апплицировать опухолевые клетки, ничего не будет, организм справится А вот если создать рваную рану, где есть воспаление Я же не зря посвятил слайдам воспалению И туда же апплицировать опухолевые клетки Возникает опухоль И вот тут на самом-то деле с точки зрения, будь то открытая хирургия, лапароскопические вмешательства Сразу уже интуитивно возникает мысль А вообще как будет заживать вот эта рана, где произошло вмешательство Это будет первичное натяжение, если я правильно помню, из института Или это будут какие-то осложненные процессы Это уже очень важный вопрос Ну и наконец заключение Особенности хирургического вмешательства Знаете, когда этнические русские в Таллине приходят в магазин И пытаются купить хлеб на эстонском языке Ему продавщица говорит, не надо Говорите по-русски, мы прекрасно все понимаем Ну уж нет Мы 50 лет слушали ваш русский Теперь вы послушаете наш эстонский Поэтому я три дня слушал то, что говорят клинические специалисты Про молекулярную генетику Теперь послушайте, что я скажу про хирургию Ну разумеется, я шучу, потому что я прекрасно понимаю, что там особенности, которые я абсолютно не готов обсуждать Но основная идея такова Все равно очень серьезный фактор риска Если опухолевые клетки при извлечении опухоли оказываются в соседних органах или в раневой поверхности Вот если это происходит, шанс имплантационного метастазирования очень высокий И при этом именно у таких больных очень плохой прогноз Почему? Потому что, с одной стороны, опухоль по своим биологическим характеристикам агрессивная То есть это отбор тех пациентов, у которых изначально процесс неблагоприятный А с другой стороны, все-таки, если опухолевые клетки попадают на раневую поверхность Это существенный фактор риска И опять же, если делается все правильно Если не произошло никаких несчастья во время операции Если соблюдаются все процедуры То чрезвычайно низкий риск возникновения имплантационных метастазов При эндоскопических вмешательствах он ничуть не больше, чем при обычных открытых операциях Спасибо за внимание Я предлагаю задать вопрос им научу Потому что чрезвычайно интересное, на мой взгляд, было выступление Пожалуйста, любые, любые, любые Да, пожалуйста Если речь идет о эмбологии, на заносе нейтракции, связанной с техникой хирургии Вот тут хотелось бы еще два слова сказать А вот тут как раз эксперименты были Опять же, были эксперименты на животных Они совершенно твердо показывают Если происходит тракарный метастаз То это результат именно переноса опухолевых клеток непосредственно на место раны То есть это только инфрационный механизм Здесь довольно много было экспериментов Потому что были такие теории Что на самом-то деле, пусть и в ране они растут, но попадание другое Это как раз более или менее исчерпывающие показы Пожалуйста, еще вопросы у кого есть? Спасибо вам большое Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...